Добрый день, друзья! Вы на канале Аудио Статьи, с вами Павел Иванов. И знаете, чем ближе у нас выборы, тем больше внимания просто необходимо уделять кандидатам, нашим системным и несистемным партиям, тем, кто пытается снова или впервые занять место у кормушки, правиться во власть, в Государственную Думу, в муниципальные собрания, в региональные парламенты. И, конечно, нужно обсудить такую партию, как ЛДПР Жириновский. В Думе прошел правительственный час. В следующем видео я покажу вам, как, например, коммунисты критикуют правительство, как коммунисты, даже системные, даже с Зюгановым во главе, все равно они могут разнести эту власть, коррумпированную власть, эту беспомощную власть, эту ни на что не способную никчемную власть. Могут, хотят и делают. А что делает Жириновский? Пришел министр промышленности. То, что у нас в стране развалено совершенно. Вот давайте проанализируем. Я обрезки сделал, самые минимальные. Вы можете найти в интернете полную версию. Ребят, я обрезал только самое минимальное. Вот давайте послушаем, с чего он начинает и зачем он рассказывает. Поэтому все можно производить. Есть талантливые инженеры у нас. Готовить их надо. Ориентация профессиональная. Я уже много раз говорил. Экономика России транспортная. Главная профессия в стране инженер транспортного машиностроения. Вы об этом слышали в день? Кто-то это рекламирует? Нет. Пепси-кола, всякая гадость. Все что угодно. Прически, кто с кем живет. Кто когда умер. Какой там дружок умер у Киркорова. Вот пьяница какой-то, артист сбил кого-то. Вот вся информация. День и ночь на голову молодого поколения. Они захотят жить в такой стране, где разврат, гадость, разбой, бар открыть. Вот бар. Почему этот пьяница выпил-то? Бар-то функционирует подпольно. А участковый рядом есть? Есть. Вот все повязано. И участковый, и начальник полиции, все при деньгах. И этот друг Ефремов напивается там каждый день. А мы не можем закон принять о конфискации автомобилей у этих пьяниц, водителей. И о высылке из Москвы. Если человек выслать из Москвы, другие становятся. Я прошу вас, друзья, вот это простое видео. Распространите как можно шире. Наверняка у вас среди родственников, знакомых, коллег, есть люди, кто симпатизирует Жириновскому. Он очень раскручен у нас на федеральном телевидении. Он считается оппозиционером с другой стороны. Он может как-то жестко сказать и даже о действиях Путина в рамках своей роли, в рамках своего шутовского спектакля. Но вот он выступает. Он имеет возможность обратиться к министру промышленности напрямую. Он сидит в зале. И что же он говорит? Он говорит о том, что мы в стране можем производить все, но при этом главный у нас в стране это инженер. Инженер это производитель. Но не просто инженер, а транспортный инженер. А почему транспортный? А намек на то, что у нас должна быть транспортная экономика. Мы должны зарабатывать деньги на том, что передаем товары, например, из Китая в Европу, из Европы в Китай, из Китая куда-то там еще. То есть мы должны не производить на самом деле, а быть проводниками, быть коммуникаторами развитых стран. И вот с этого, с этих потоков, как посредники питаться, крошками, объедками с их стола. А дальше вместо критики включается стандартная жириновщина. А вот все плохо, а вот по телевизору показывают не то, а вот Ефремов кого-то сбил, и теперь все это обсуждают. И сам он это обсуждает в Государственной Думе вместо конкретных предложений, обращений к правительству, к министру промышленности. Часть людей в наглую не желает следать правила. А вы депутаты, вы пример для народа. Одни в маске, другие не в масках. Сегодня передача «Россия-1», выходят три врача и жмут друг другу руки. Совсем с ума сошли? Вы нам говорите не жать руки, оденьте перчатки, оденьте маски, а сами перед всем народом все это нарушаете. Да-да, Жириновский у нас один из самых ярких, ярых сторонников масочно-перчаточного режима. Максимальная защита от инфекции. Вы знаете, вот именно после этого интервью у меня родилось четкое подозрение, явное подозрение того, что он делает это не просто так, а то, что он заинтересован в своего рода рекламной кампании. Поэтому промышленность у нас должна быть мощная, Денис Валентинович. Мы будем помогать, пусть быстрее все наши комитеты, особенно по промышленности, принимают нужные законы, чтобы мы гордились, чтобы такие автомобили, как «Аурос», всех моделей, вытесняли постепенно «Мерседесы», японские модели и все остальное. Но не запрещать, пусть люди выбирают, что им нравится больше. Спасибо, Владимир Вольфович. Вот в своем выступлении он очень хорошо, мощно поддержал автомобили «Аурус» и перчаточно-масочный режим. Что общего у того и у другого? Министр промышленности Мантуров. Вот одна новость, Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки, то, чем мы должны гордиться. Он, кстати, еще обещал производство российских тестов, российских вакцин. Потом почему-то не получилось этого ничего изготовить. Вот маски, маски мы нарастили производство. Теперь, пока это все не окупится, они масочно-перчаточные режимы отменять не станут. Мы рады, что во главе министерства Дениса Валентиновича Мантуров пожелаем успехов министерству. Оно действительно самое главное, ибо вся промышленность. Я же помню в советском периоде Министерство тракторного машиностроения. Ну все отраслевые, связанные с машиностроением отдельно, автомобильные и так далее, судостроение, ну все-все-все. Это тоже, может быть, было хорошо. Может быть, было хорошо, действительно много делали, много строили. И вторая новость. Мантуров рассказал об увеличении спроса на автомобили Аурус. Это, конечно, его фишка. Российские автомобили супер-пупер навороченные, лимузины Аурус, на которых у нас теперь ездит Путин. Ну и маски. И по какому-то удивительному совпадению Владимир Вольфович именно об этом и заговорил. Чтобы подлизнуть, поддержать министра. Как промышленность должна развиваться? Не должно быть никакой идеологической подоплеки. Национальной, религиозной. Только экономические основания. Вот мы перед Первой мировой войной бурно развивалась промышленность. Мы получали все от немцев. И они добились через депутатов, таких как мы при царе, чтобы снизить ввозные пошлины. И немецкая продукция шла. Но Первая мировая война, и с кем мы воюем? С немцами. А могли бы не воевать с ними. Поэтому вот эта проблема, что надо думать о стране, о собственной экономике. Когда мы строим Тбилисский авиационный завод, ну где эти самолеты? Кутаийский автомобильный завод, где эти автомобили? Японцы брали на металлолом. Они хорошо под прессом сжимаются, гармошка, и в печку. Перевожу на русский язык, что говорит Владимир Вольфович. Он говорит, что до Первой мировой войны к нам в Россию завозились немецкие товары. Мы их не производили. И мы платили немцам. Понимаете, мы зависимые от них. Мы им должны платить. И Жириновский был рад, что маленькие ввозные пошлины. То есть они нам сюда продают. Мы теряем деньги. И казна с этого ничего не получает, потому что ввозные пошлины были очень маленькие. Как жаль, что мы эту ситуацию начали ломать, начали с ними воевать. Потом он говорит, вот у нас были наши автомобильные заводы, но почему-то их сейчас нету. А почему их нету? Нету потому, что наши рынки, как и до Первой мировой войны, захватили иностранные компании. Вместо того, чтобы поддерживать наших производителей, пищевой промышленности, автомобилей, бытовой электроники, там, чего угодно. Мы платим деньги иностранным корпорациям. У нас здесь производство не развивается. Мы деньги отдаем туда. Мы продаем нефть, покупаем все за эти деньги. Если вдруг нефть у нас кончается, или как у нас в этом году было, нефтяные цены резко падают, мы остаемся у разбитого корыта. Это элементарно. И даже Жириновский это понимает. Но в его голове такая каша, что все перевернуто с ног на голову. Все войны идут за то, чтобы обеспечить рынок сбыта. Первая мировая. Убили эрцгерцог. Да плевать на этого австрияку. Рынок нужен новый. Вот получили рынки Антанта. Германию зажали. Вторая мировая тоже ради рынков. И сейчас. Нам зачем перестройку устроить? Горбачев перестройку устроил. Американцы. Чтобы страну открыть и сюда завалить всякой гадостью. Начиная с ножек Буша. Надо все у себя производить. Но закрываться мы не должны. Если где-то дешевле, наверное, там лучше покупать. Если там дешевле. Поэтому здесь мы не можем снова закрыться. Все сами будем производить. Но мешать не надо. Поэтому здесь в этом смысл. Здесь мы должны думать о наших интересах. Ни в коем случае не закрываться. Но дайте свободную торговлю. Верните рынки. Закрывают рынки? Открывают рынки. Как хорошо. Так как это так? Почему Женновский не может решить. Нам нужно закрыться. И иметь высокие ввозные пошлины. Или нам нужно быть всеми открытыми. Иметь низкие ввозные пошлины. Он говорит и так плохо. И так плохо. И так хорошо. И так хорошо. С точки зрения экономики его слова бессмысленны. Его слова имеют смысл. Только если мы предположим, что с Владимиром Вольфовичем кто-то договорился. Об определенного рода информационно-лоббистских услугах. И он подобные речи мог продвигать на сцене Государственной Думы. Поэтому мы много построили. Но для кого? Все это ушло. Все это не наше. Была мощнейшая промышленность. На втором месте были. Не Китай, как сегодня. Мы были. А что соскочили? А захотелось побогаче жить. Тем, кто наверху. Ну и дайте себе. Возьмите. Дайте им дачи, машины, зарплату побольше. Все, дайте им. Что страну-то ломать, для того, чтобы больше взять? Нет, взяли, поломали. Хочется спросить, где же был Владимир Вольфович Жириновский, когда Путин со сцены Государственной Думы обвинял, что в СССР кроме галош ничего производить не умели. Ничего у нас не было своего. Все было никому не нужное, низкокачественное. И далее по списку. Почему? Где он был? По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий. И мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да, она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, но да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Когда ему выгодно, перед выборами, он начинает изображать из себя сторонника СССР. А я хочу жить в Советском Союзе. А зря страну великую мою разрушили. Вот эти проклятые коммуняки, это их номенклатуры, бла-бла-бла-бла-бла. Много он на эту тему говорит. А когда ему выгодна другая позиция, он говорит про другое. Все время переобувается на лету. Друзья, если вы вдруг, недавно на моем канале, если вы вообще случайно видите это видео, помните, что Владимир Ольфович Жириновский, это человек, который много говорит и ничего не делает, это раз. У него отсутствует адекватная, четкая позиция, это два. И в-третьих, это человек, за которого совершенно не стоит голосовать. Я вас сейчас не призываю, не рассказываю даже вам о своих предпочтениях. Но факт, то, что Жириновский, это не может быть выбором нормального, адекватного человека, это просто аксиома. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч, пока!